МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третий год подряд этому способствует государство. Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, проживающих в сельских населенных пунктах, прописана в законе Республики Хакасия. Одно из самых затратных и потому действенных положений о миллионе рублей каждому новому врачу на селе. 500 тысяч из них федеральные деньги, еще 500 выделяет республика. Став миллионером, врач обязан на 5 лет стать деревенским жителем. Только в прошлом году от заманчивого предложения не смогли отказаться 29 человек. В этом году простимулировать готовы еще 20. Конечно, есть и те, кто не выдерживает, а и по закону возвращает субсидию. Но положительный эффект все же очевиден. Это позволило дополнительно привлечь докторов. Действительно, более 100 человек за эти годы привлечено на территорию республики, я имею в виду, на село. Первоначально этот закон был принят для стимулирования врачей. Именно им при первичном трудоустройстве выделяли 150 тысяч подъемных. Такую поддержку получили 310 сотрудников. Также им компенсировали аренду жилья от 5 до 10 тысяч в зависимости от населенного пункта. Этой льготой воспользовались 150 человек. Но реальность доказала, дополнительная поддержка необходима и фельдшерам. В 2015 году в закон внесли изменения, и данная категория медработников также смогла претендовать на подъемные. Более того, им государство полностью оплачивает нанятое на селе жилье. Кстати, готовить кадров начинают еще на стадии обучения. Студенты последних курсов, которые определились и готовы работать в деревне, заключили договор, уже сегодня получают доплаты к стипендиям. В льготную категорию попали и медицинские сестры, которые хотят в перспективе работать в сердечно-сосудистом и перинатальном центрах. Последние сегодня еще на стадии строительства, однако тех, кто будет принимать пациентов в его стенах, начали готовить еще два года назад. Среди студентов не только Хакассии, но и других регионов выбирают лучших и заключают договоры. В прошлом году 55 человек, в этом году чуть больше будет целевых мест по договорам, и эти ребята будут получать доплату. Их больше 200 сегодня студентов обучаются в различных вузах. В нашем законе предусмотрено и лечебное дело, не только фельдшерское, и лечебное дело, потому что медицинская сестра, получившая специальность лечебного дела, не фельдшера, она может пройти первичную переподготовку и работать по специальности в этих центрах, а оказывать помощь, как акушерка, допустим. Конечно, костяк врачебной команды составит коллектив сегодняшний. Опытные врачи, которые не один год жизни занимаются здоровьем жителей республики. Кстати, именно их в преддверии профессионального праздника поздравляли в драмтеатре. Медали «Трудовая доблесть Хакассии», звание «Заслуженный врач Хакассии» и почетные грамоты правительства республики эскулапы получали из рук главы Хакассии. На гордость какая-то, что вот все-таки столько лет вложено, труда, здоровья. Практически вся жизнь прошла у меня в этой больнице. Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с наступающим профессиональным праздником Дня медицинского работника. В первую очередь хочется пожелать здоровья, пожелать успехов, удачи, особенно удачи во внедрении всех самых современных технологий. А самое главное – гордитесь выбранной, самой нужной, самой необходимой и самой лучшей профессией в этой жизни.